Пуховые, кудрявые, длинношерстные, дымбоухие и сфинксы. Кожа последних настолько тонкая и прозрачная, что можно разглядеть каждую деталь аристократического силуэта. Более 70 длинных хвостов у шастиков из Самары, Тольятти, Жигулевска, Уфы и Москвы. На выставке декоративных крыс не только измеряли линейкой самый длинный хвост, как акробаты и акробатки. Крысы ходили по канату, взвешивались и бегали на скорость. На какие только ухищрения не шли хозяева, чтобы вывести в лидеры своих питомцев. Одни, как экстрасенсы, размахивали руками, другие заманивали едой третьим словом. Бьёна, бьёна, девочка моя! Бьёночка, иди сюда! Свой конкурс организаторы выставки устроили и для хозяев. Им предложили узнать свою крысу по запаху. Участникам завязывали глаза и давали по очереди понюхать несколько разных крыс. Странный конкурс для обывателя ничем не шокировал крысоводов. Ведь если за этими животными правильно ухаживать, они пахнут мёдом, лимоном и фиалкой. Это мальчик весом 890 грамм. Умка! Победители отбирали по нескольким номинациям. Самой забавной оказалась крыса-тяжеловес, в которой победил Умка. Своеобразный конкурс наоборот. Как известно, крыс нельзя перекармливать. Если животное весит слишком много, это не есть хорошо. Впрочем, Нюмку, не хозяйку данный факт не сильно расстроил. Оба получили ценные подарки. Хорошей крысы должно быть много. Ольга Павлова, Артём Сулайманов, ГИС События.